Мы сегодня вас приветствуем именно из Милана, в школе высокой моды. И вот он замечательный, легендарный сеньор Пина. Мы вам обещали с ним интервью, и он любезно согласился откликнуться и для наших русских женщин рассказать о своей работе именно в своем рабочем кабинете, именно здесь, в этом удивительном месте. Игорь Милана, это очень интересная вопрос. Я не мог бы делать рекламу, но я мог бы делать медицинскую. И я начинал изучать медицину. Потом, в определенном моменте я узнавал, что не было не только профессионально для меня, я учился в школе. У меня был учебный учебный учебный, который был папа, который занимался это работой. Мы были очень близкими и тогда я учился в доме, и я учился в работе, в работе, и я начинался мне приятелся. В конце концов, что, вместо того, чтобы работать в обществе, где есть люди заболевые, лакры и болезни, может быть лучше, чтобы я занимался более близко к женщинам и женщинам, как вы. И поэтому я решила, чтобы остановить учебный медицинский учебник и для того, чтобы обеспечить этот мастер, который не был работ, а был мастер, который другой концепции. Иван, я не должен был стать вышивальщиком, но у меня был друг, я поступила в институт, и у меня был друг, у которого папа вышивала меня, и потому начал учиться этой работе. А еще потому что, потому что у меня в саду, потому что мой доннодор, то есть мой доннодор, который был в своем роде, Моя мама была сальто, сальто сальто, и тогда, возможно, мне принесли что-то здесь. Не только, но мой сын родился, с моей мамой был стильным И видно, что у меня уже эта тенденция. Может, еще потому, что у меня это все в крови, потому что мой дедушка со стороны папы шил одежду, а мой дедушка со стороны мамы шил очень красивую обувь. Мы знаем, что у вас это семейный бизнес, и ваша дочь является вашим продолжением. Она с вами работает и занимается тоже вышивкой и разработкой коллекции. Мы знаем, что даже ваша дочь participает в этом работе. И... что вы делаете? Что вы делаете? Деж場 у меня у меня у меня Я сейчас у меня есть определенный этап, и я создавал вещи более романтические, более дежавистые. Поэтому мы объединяем эти два способностей и делаем все. Моя дочь тоже сначала не вышивала, она была учительницей, но как-то случилось, что и ей эта работа понравилась. Для меня это фортуна, потому что я придумываю вещи более в вышивку, более романтическую. А у нее она более юная, и потому может придумывать что-то более авангардное. И мы вместе дополняем один друг. Спасибо. Еще несколько вопросов. Мы вас воспринимаем как живую легенду. А вы понимаете, что вы действительно фантастический и легендарный человек? И что вы вообще делаете для мира моды и, соответственно, для тех людей, которые выживают и следят за вашим творчеством? Вы понимаете, что вы уже достигли такого высокого статуса или еще много впереди? Вы слышите, что вы уже приехали? Или вы продолжаете продолжать? Вы продолжаете продолжать? И вы продолжаете продолжать. надо идти впервые, над надписью, чтобы делать все лучше. Ты понимаешь, это концепт? В практике, мы никогда не счастливы от того, что мы делаем. Мы думаем, что мы можем делать все лучше. И это то, что ты всегда неудовлетворен. И когда есть эта неудовлетворенность, она тебя ведет все выше и выше. Например, я смотрю на это платье, я говорю, что это красиво, очень красиво. Если бы я мог сделать еще какой-то другой цвет, мне бы было еще красивее. То есть вы как актер, который снимается в кино и всегда, когда смотрит свой фильм, всегда что-то хочет изменить в нем, то есть добавить и еще более украсить. Вы как актер, который присоединяется в свой фильм и, что, смотря его, всегда помогает. Мы работаем с артеми. Мы работаем с руками. Мы работаем с руками. Мы работаем головой, но в основном сердцем. А есть ли у вас любимчики в мире моды? Вот мы сейчас здесь присутствуем и знаем, что ваши мастера делали платья для Армани. Разрабатывается новая коллекция для Dolce & Gabbana. А кого вы любите сами больше всего? Вы работаете с такими знаниями? Вы работаете с такими знаниями? Да. Вы мне нравится больше. А кого вы выбираете? Я не могу сказать, что я выбираю Армани, я выбираю Долце, я выбираю Боттега Венета, я выбираю Versace. Потому что каждый артист, потому что они такие артисты, в стиле дают что-то новое. Я не говорю, что это Боттега Венета, что это Dolce & Gabbana, что это Армани. Потому что каждый артист, каждый из них имеет что-то свое, которое нам помогает работать. Если сказать одно имя, это Валентино, потому что он импературе, император в моде. И все, что он сделал, все, что он дал, это самое лучшее, которое ему нравится. И потому, что, и потому, еще, к сожалению, что он не знал, что он не знал, что он не знал. Потому что я еще был молод, и это моя память с молодости. Синьор Пина, спасибо вам огромное за такое интересное интервью. И мы хотим поблагодарить вас вообще от всех женщин, потому что многие тысячи будут смотреть это по интернету. И, слава Богу, это впервые на русском языке будет такое интересное посвящение вышивку. И мы благодарим вас за то, что вы очень открыты. Мы, ваши студенты на данный момент, не ожидали такого приема, и такого вашего открытого сердца, и того, что мы можем увидеть, все подробовать, и очутиться внутри рабочего процесса вашей великолепной мастерской. У меня получили эту первую интервью, которая, практически, будет в России и тысячи женщин будут смотреть это интервью. Я, мне кажется, но не вы, кто-то должен быть благодарен меня, или моя девушка, или мои ребята. Я только благодарю вас, потому что, чтобы увидеть что у нас есть или дети, которые уважают на эту работу, которые приходят, это для нас подарок. Я говорю вам, спасибо, спасибо. Это не вы мне должны сказать спасибо, а я вам должен сказать спасибо, потому что это вы мне даете желание работать и идти вперед. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо большое за то, что мы так отозваниваем и вообще так добрый к нам в то время, когда мы здесь находимся. У вас будет приятного, прикольного. И если вы хотите приехать в другую сторону, в любой момент она всегда ferна. Я надеюсь, что и вы оставите brighten. Очень рады. Мы очень надеемся Вы можете еще вернуться обратно. Надеюсь, вы нас примете еще раз. Вам довольны. Когда хочешь. Я не рекомендую, что у нас уже были русские. Мы уже были русские мальчиши. Это у меня было написано. Я очень люблю. Огромное спасибо.